МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы решили рассказать об этой интереснейшей профессии, что и сделаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. У нас в студии сегодня начальник примгидромета Борис Викторович Кубай. Глава гидромедцентра России Роман Вильфанд сравнил вашу профессию, профессию метеорологов, с профессией артиста. Мол, вы постоянно на сцене и постоянно работаете в определенных обстоятельствах. Вы согласны с таким сравнением? Ну, не совсем, конечно, потому что мы больше все-таки не на сцене, а за сценой. Просто наша работа на виду у всех – это да. А люди – не совсем. А если говорить, если брать это сравнение, опять же, говорить о том, что вы, как и артисты, постоянно находитесь в своей работе. То есть у вас не тот случай, когда человек выходит, закрывает дверь офиса до рабочего и забывает про рабочее время до следующего дня. У вас, я так понимаю, ведь совсем другая ситуация. Дело в том, что мы дома не только не забываем, мы наоборот, как бы, так сказать, мы ждем того, чего ждали утром. Допустим, оно случилось или нет, и когда случится, мы постоянно находимся в ожидании того, что мы спрогнозировали. А правда ли, что вы в этой профессии оказались совершенно случайно? Да, правда. Как это было? Расскажите. Ну, я родился и вырос в деревне. И председатель колхоза меня долго агитировал стать колхозным стипендиатом, выучиться в Одессе, в Одесской академии сельскохозяйственной на агронома, вернуться в родную деревню, стать агрономом и успешно работать. Ну, поскольку я из меня сельскохозяйственный работник, я чувствовал, что это совсем не мое, я как-то так все время уходил от его предложений. И буквально в последний день, перед тем, когда он меня уже готов был сам отвезти в Одессу, мне соседская девушка сказала, что вот она была в Одессе, и споткнулся у нас такой институт, прочитала, там очень интересно написано все, в том числе синоптик, там, метеоролог, гидролог, это романтика, вот, давай попробуй, ты обязательно поступишь. Ну, и я решил, а почему бы и нет, это романтика. Не жалеете, получается? Нет, конечно. Здорово. Вот мы часто называем синонимами, да, наверное, слова, метеоролог, синоптик, вот являются ли они действительно таковыми, и если нет, то в чем основное отличие? Ну, вот моя основная профессия – метеоролог. Вот, синоптиков не выпускают. Вот, из метеорологов становятся синоптиками, либо метеорологами, которые обрабатывают метеорологическую информацию, готовят справочники, ежегодники, там, и так далее. Это еще и климатолог может быть. Ну, в общем, здесь профессия метеоролога, как бы, кроется несколько подпрофессий. Ну, а синоптическая метеорология, она, как бы, идет параллельным курсом. Мне это очень нравилось, и я очень рад был, что я выбрал именно синоптическую метеорологию. Это самая интересная в мире профессия. То есть это именно непосредственно та часть, где нужно, собственно, определять прогноз погоды. Ну, да, это, как бы, квинтэссенция всей работы службы прогнозировать. То есть делать, постоянно находиться в состоянии анализа, какие-то расчеты, какие-то заключения, умозаключения, там, и так далее. Вот, и сопоставление, как говорится, план-факт. Ну, вот многие, как говорится, даже ругают иногда синоптиков, мол, как это так, не предсказать точно прогноз погоды, опять обманули. Ну, зачастую мы, вы, конечно же, наверняка слышите такие отзывы. Но просто дело в том, что многие не понимают, насколько это сложно. Ведь, по сути, как мы сказали, это математика, и далеко не всегда природа на 100% отзывается на ваши расчеты. И в итоге получается, что, например, изменился ветер, я не знаю, вот как, да, и все, и поменялась ситуация. Вот расскажите, как это происходит? Нам очень интересно узнать сам процесс непосредственно. Ну, во-первых, по поводу того, что ругают синоптиков. Дело в том, что я уже за много лет привык к тому, что надо кого-то ругать. И я бесконечно был бы и буду счастлив, если останется на земле только одна профессия, которую ругают. Вот, потому что это будет еще долго, не один век. Вот, реально, стопроцентного прогноза не бывает, и в ближайшем многолетнем, так сказать, будущем точно не будет. Да, это сложно, это очень сложно. Никуда от этого не денешься. Но это страшно интересно. Мы постоянно смотрим, ну, каждый час вперед, каждый день вперед, каждую неделю вперед. Вот, и мы, такое впечатление, что мы не живем сегодня, мы живем завтра, послезавтра. В будущем, да? Ну, а учитывая, что для того, чтобы спрогнозировать, допустим, там, на сутки вперед необходимо видеть пол земного шара, причем не один раз, а непрорывно, так сказать, в динамике. Как меняется, там, в Ланбаторе, там, или в Иркутске, или на Самуи, или в Антарктиде, как меняется ситуация и к чему это может привести во Владивостоке, допустим. Эти умозаключения делаются на умозаключениях. То есть, одна гипотеза на второй, на третий, на десятый, и где вероятность того, что одна из них не окажется ошибочной. Ну, вернее, или несколько ошибочной. Есть такая вероятность, и тут ничего не поделаешь. То есть, вы в таком постоянном состоянии волнения, наверное, находитесь, да? Ну, скажем, скорее всего, да. Вот именно синоптик, прогнозист, ему очень трудно уйти от этого волнительного процесса. Дома он все время в окне, ему бы после ночи поспать, а он смотрит в окно, потому что он ожидал снег, допустим, там, 10-11 утра, а его нет. А уже полдвенадцатого его нет. И он начинает думать, что же произошло, почему, где он ошибся, или... Ну, короче говоря, что он не учел. Вот. И пока не докопается, он не уснет, не отдохнет, и так далее. То есть, будет думать, где, да, в просчете что-то оказалось не так. Да, он... Вот это, так сказать, где-то под кожей, где-то в крови. И потом он придет в смену, придет на работу, он сразу же кинет. Он придется, так сказать, к тем картам, к той ситуации, еще раз проанализирует и для себя сделает, ну, какие-то выводы, что же произошло и почему. Вы сказали, под кожей в крови возникает вопрос. Все-таки, наверняка, эта профессия, это все-таки, конечно, призвание, да, в первую очередь? Да, конечно. Ее не любить невозможно, вернее, не любят, и там не... Не сможешь работать. Не сможешь работать. Наверное, еще именно и поэтому с артистами сравнивают. Мне кажется, действительно, очень много схожего. Вот мы сейчас с вами разговариваем, а ведь правда, постоянное волнение, да, постоянно нужно находиться в этой профессии, собственно, и плюс призвание, талант, без него никак. Такой вопрос тоже, мне кажется, интересный. Я разговаривала с коллегами перед интервью с вами и спрашивала, что бы вы спросили у Бориса Викторовича о профессии? И некоторым стало интересно, верите ли вы в народные приметы? Ну, ведь они на чем-то тоже наверняка основываются. Вот какие из них работают, не работают? Вообще интересно ваше мнение на этот счет. Ну, вы знаете, я к народным приметам отношусь с большим уважением, потому что я себе представляю, там, тысячу лет назад, допустим, люди, ну, в общем-то, толком не умея много чего, вот, они наблюдали, что происходит, они сопоставляли, они фиксировали, они запоминали, и как-то пытались это обобщить. И обобщения превращались вот в виде, там, пусть это будет примета, там, значит, ну, какое-то правило, скажем так. Если птички так, то это так, если, значит, на покров так, то, значит, будет так. Вот. Это, ну, талантливые люди, это, в общем-то, ученые. Получается, это тоже анализ? Это тоже очень глубокий анализ, и, ну, в общем, как это не уважать? Вот. Но, с другой стороны, насколько мы сегодня используем это в практической работе, ну, это невозможно использовать, потому что сегодня мы перешли на, ну, скажем, цифровые технологии, на объемы информации, там, гига-гига-гига, там, и все такое прочее. И как про эти ласточки, значит, или про этот покров их формализовать, превратить в цифру, значит, и привязать к погоде, там, Торнея или Сосунова. Ну, в общем-то, ну, в общем-то, наверное, это можно, может быть, когда-нибудь это и сделаем, кто-то сделает, но не сейчас. Теперь, что касается, как эти сбываются или оправдываются приметы. Дело в том, что мы толком не знаем, где они, ну, человек в какой-то местности или люди жили долго, значит, и как бы наблюдали, что в этой местности происходит. Мы думаем, что в Приморье все-таки люди не так долго, не тысячелетия, так сказать, жили, не столько длинные ряды наблюдений были, и вот большинство примет не относятся к нашему краю, побережью, к особенностям нашего, ну, края, вот, нашего климата. Вот, поэтому в силу именно этих обстоятельств приметы не очень, не то, что не очень, а практически не работают. Мы проверяли очень много из них специально, так сказать, люди фиксировали приметы, потом дожидались, когда там этот прокров или что там еще, вот, и нет, и нет. Вот, поэтому, к сожалению, нет. Вот, вы сказали про современные технологии, цифровые, вот, интересно также узнать сегодня об оснащении нашей гидрометинстанции. Расскажите немного, ведь не так давно, насколько я помню, закупили как раз новое оборудование, правда? Ну, не так давно, это уже, так сказать, относительно, потому что уже давно, да. Мы уже все привыкли, уже не представляем себе другого, такое общение, что мы всегда, так сказать, были с техникой. Хотя, действительно, буквально там, в начале 2000-х это был термометр, который битый, как правило, значит, это палец, это, ну, флюгер, вот, которому, кстати, век, больше века он как придуман. Вот, и на многих станциях он еще есть, как реликвия. Ну, а что касается техники, то она у нас, она работает надежно, она позволяет нам, ну, практически в непрорывном виде отслеживать динамику, там, метеорологических параметров, допустим, не только метеорологических, там, гидрологических, того, что на реках происходит, допустим, то, что в море, вот, и не только измерять, допустим, температуру, но, или осадки в количественном виде, но, допустим, и фиксировать, там, видеокамеры фиксировать, так сказать, состояние атмосферы, воды, там, льда, там, и все такое прочее. Вот, то есть, в принципе, мы перешли уже на принципиально другие технологии, которые позволяют нам быть гораздо точнее, чем это было вчера. То есть, все-таки жизнь синоптиков стала проще с появлением, конечно, их. Ну, я бы не сказал, вот этого уж точно нет. Почему? Потому что, когда я начинал работать с синоптиком, ну, объем информации, ну, скажем, там, был, там, один-два. Мегабайта. Значит, это вручную наносила синоптическая карта, их было не очень много в сутки, потому что вручную невозможно нанести, и потому что вручную наблюдение не так часто можно производить, там, и так далее. И это можно было переваривать, усваивать головой, ну, скажем так, более-менее спокойно. Сейчас это гига-гига-гига байты. Если раньше, допустим, наблюдатель через каждые три часа, там, несколько параметров передавал, то сейчас каждую минуту, допустим, информация поступает. Ее же нужно что-то с ней сделать, проанализировать и поставить, и так далее. Вот, поэтому я бы не сказал, что человеку стало легче. Наоборот. С другой стороны, компьютерная техника пошла, в общем-то, достаточно, так сказать, современная, интересная, но ею нужно владеть в совершенстве. И вот теперь, значит, если наложить две вещи, чтобы ты очень грамотно владел компьютерной технологией, и при этом очень грамотно анализировал то, что тебе компьютер помогает делать, вот, и принимать решения. Ну, и еще, если раньше, допустим, прогнозы составлялись, ну, скажем так, по территории края, в целом, местами по краю ожидаются там небольшие осадки. Сейчас прогнозы составляются по населенным пунктам. Если раньше было там на сутки-двое, сейчас на неделю вперед, на каждый день, с разбивкой на день-ночь, на часы, там, и так далее. Это в разы, в десятки раз просто больше количества, ну, выходной, скажем, продукции. Это тоже нужно человеку головой все переварить, но базируясь на компьютерных, конечно, технологиях. То есть информация стала точнее, но работы вам, получается, только прибавилось? Работы прибавилось, да, безусловно. Борис Викторович, давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Вот продолжаем наш разговор с Борисом Викторовичем Кубаем. Борис Викторович, сегодня очень много говорят об изменении климата. Ну, мы, наверное, будем говорить все-таки не о более глобальных каких-то масштабах, но мы поговорим о Приморском крае, Владивостоке. Вот я хотела спросить вас, действительно ли это есть? И если да, то в чем это проявляется? Ну, конечно, есть. Климат меняется непрорывно. Сколько существует планета, Земля, столько, и меняется климат. То есть это нормально, в первую очередь? Это нормально. Почему? Потому что, представьте себе, Земля не крутится, ну, то есть остановилась. Представьте себе, что Солнце, ну, скажем, соответственно, не сходит, не заходит там и так далее. И не пульсирует, а просто как-то вот как лампочка светит, и все. Вот если бы все так было, то тогда, может быть, в данной местности ничего не менялось. А поскольку, поскольку вот это все находится в динамике, и Земля крутится, и Солнце пульсирует, значит, и полюса холода, и тепла, и экваторы полюса, и так далее, и так далее, то, безусловно, климат должен меняться. Да, еще маленький момент. На Земле есть океаны, есть суша. Они по-разному, так сказать, реагируют на солнечную энергию, на тепло. Он прогревается где-то больше, где-то меньше, где-то аккумулируется тепла больше, сохраняется больше, где-то меньше. Где-то горы, где-то низины, там, и так далее. Рельеф, который тоже сильно влияет на микроклимат, и в целом на климат земного шара. Поэтому вот эти все параметры, если все сложить, они являются первой причиной того, что климат должен меняться. Теперь, что касается, вы говорите, Приморского края. Дело в том, что нельзя его, как бы, отчленить, выделить из, там, откуда-то. Это одно целое. И, опять-таки, планета Земля, значит, это настолько, так сказать, маленькое пространство, что ли, значит, и все взаимосвязано. Ну, вот, например, вы, наверное, ощущаете, что температурный фон с января по март в Приморском крае выше норм, теплее обычного. Даже по, так сказать, по ощущениям видно. Значит, вот эти ощущения, значит, они не только у нас во Владивостоке и в крае, но и в Сибири, центральной части страны Якутии, Чукотки и так далее. Вот, допустим, сейчас на Дальнем Востоке, чем севернее от Владивостока, тем больше положительная аномалия температуры. До плюс 14 градусов выше норм. Глобальное потепление. А в сторону туда, на Запад, допустим, в центральной части России, 2,4 плюс 2,4 положительная аномалия. И отрицательная аномалия температуры только на Чукотке. Почему? Потому что в этом году сложился такой тип атмосферной циркуляции. Он называется зональный тип, когда в основном воздушные массы перемещаются с запада на восток. И нет затока с Арктики. Холод. А на Западе, допустим, у нас гольфстрим, который теплый. И вон потихоньку переносится теплый воздух с запада на восток и доходит аж до Дальнего Востока. Борис Викторович, а вот интересно, за свою практику вы помните, чтобы во Владивостоке какая-то была действительно такая аномалия? Например, деревья зеленые и снег пошел неожиданно. Что-то подобное. Ну, я помню во Владивостоке, когда я только приехал с Сахалина, начал первый год работать, и Новый год, новогодняя, 1 января, это было 94-й что ли год, значит, когда сильный снегопад, метель и гроза. Для меня сахалинца и, ну, скажем так, одессита, относительного одессита, в общем-то, я с таким не встречался никогда. Вот, это было, конечно, удивительно. Это первое. Второе, это опять-таки в самом начале мы поехали в находку, возвращались из находки, ну, то есть туда поехали, все было хорошо, а обратно мы ехали сильнейший гололед. И мы попали в пробку, ну, почти, ну, я приехал под утро, возвратился домой. Опять-таки, после Сахалина это было просто для меня такое, знаете, очень большое удивление. И я понял, что такое Приморский край и что такое Сахалин. Ну, принципиально разные вещи. Есть такое понятие, как метеозависимый человек. Вот мы часто, может быть, плохо себя чувствуем в определенную погоду или наоборот хорошо, да, то есть когда-то мы более бодры, когда-то наоборот мы хотим спать или даже перепады давления у людей у многих происходят. Вот действительно ли погода настолько сильно способна повлиять на наше состояние? Да, абсолютно. Ну, практически на каждого человека она влияет в той или иной степени. Но, значит, почему? Это зависит от того, насколько резко происходят перепады давления атмосферного, насколько резко меняется плотность воздуха. Вот, допустим, в более холодном воздухе плотность выше, в более теплом плотность ниже, в более плотном насыщение кислорода одно, в менее плотном другое. И вот эти все параметры, они все абсолютно влияют на состояние человека. Мы с вами не так давно встречались на интервью в рамках новостей, где вы рассказали, что весна придет рано в город, об этом говорят все прогнозы. Действительно, это так, мы наблюдаем уже потепление, это здорово. Я не могу сегодня не воспользоваться случаем и не спросить вас, будет ли у нас лето в этом году. Да, конечно, лето. Давайте сначала с весны. Давайте. И весна будет. Значит, сегодня у нас уже скоро заканчивается, в марте все хорошо, температура выше нормы, осадка меньше нормы, в апреле тоже самое, температура выше нормы, осадка меньше нормы, май, температура выше нормы, осадка меньше нормы. Единственное, что тренд, так сказать, на амплитуды меньше. Ну, то есть, если в марте положительная аномалия до 4-6 градусов доходит, то в мае она может быть 1-2 плюс. И дойдем до июля. В июле пока что у нас есть расчеты, оправдываемость их невысокая, я сразу скажу, что 65% всего. Но, тем не менее, такой ориентир, что мы не исключаем, что в июле осадков может быть до 2-х месячных. Ясно. А июнь? Июнь несколько теплее обычного и несколько суше обычного. Здорово, это радует. Будем надеяться, что прогнозы действительно оправдаются. Не могу не спросить также, хватает ли сегодня молодых специалистов в данной сфере? Ведь все-таки, как мы уже сегодня сказали, работа непростая, требует действительно еще и любви к ней. Есть ли какая-то нехватка кадров? Ну, вы знаете, сегодня пока хватает, но жизнь не стоит на месте. И, конечно, завтра-послезавтра мы будем нуждаться в молодых кадрах. И мы надеемся, что они придут из Дальневосточного федерального университета, из гидрометеорологического техникума. Мы их будем обязательно встречать с лебом солью, учить всему, чему мы умеем, знаем, и прививать им эту самую любовь к профессии. Борис Викторович, спасибо вам большое за наш разговор. И, конечно, спасибо за ваши прогнозы. Мы бы без них, не знаю, как бы обходились. Спасибо вам огромное. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить» в студии работы Ланна Бережная. Увидимся на восьмом. Субтитры подогнал «Симон»